Те люди, которые безостановочно качают ранатор, они занимаются ерундой. Это уже... Это уже амрестинг им посложнее. Это уже не просто... Абсолютно с одного стартового движения я делаю геометрально разные движения. Это очень что-то глубоко. Золотая инфа. Вот чисто в голову вот так. И тебе в голову залетело. Друзья, всех горячо приветствую на своем YouTube-канале. Сегодня будет интересный гость. Я сегодня буду проверять свою форму в армрестинге, как добавил и так далее. Сегодня уже будет серьезная мне конкуренция. Очень жесткий соперник, титулованный, популярный в узких кругах. В скором времени вы его поближе узнаете, мы все о нем расскажем. Не забывайте подписываться на канал, прожимать лайкоцит, оставлять комменты, как вам выпуск. Вроде бы сейчас форма неплохая. Но сейчас мы проверим это на деле. Все, не буду вас задерживать. Полетели будем. Ну, в общем, что, друзья. Сегодня у нас в гостях Марк Трескунов. А как у вас по-батюшке? Романович. Романович. Марка Романовича вы могли уже наблюдать из армфайта Жеки. Жека у нас, кстати, сегодня тоже присутствует. Паааа. Я снова здесь. Здорово всем. В общем, что, у нас сегодня гость в здании. Вот. Вы его могли видеть из армфайта Жеки. Он там был судьей. Разъяснял, в общем, за технику, за всякие моменты по борьбе. И сегодня он мне тоже будет разъяснять, что я лох в армрестлинге. Меня, наверное, знают, что есть у меня канал на ютубе одноименный Марк Трескунов. Ссылочка в описании будет обязательно. Философ от армрестлинга, борец со старообретничеством. Также занимаюсь экзорцизмом. Изгоняю демона по имени Пронатор и Супинатор. Что сегодня мы сделаем с демоном. Это хорошо, это хорошо. Я так не понимаю, из меня ты бы вот такие изгналы. Из тебя, да, из тебя изгнал. Вы даже понимаете, что Марк, он тоже скромничает. Но это не просто ютуб Марк Трескунов. Это человек, который в Питере, в принципе, имеет не последний вес, не последнее слово. И в целом, я вам точно могу сказать, что к нему многие... Нет, по факту и я, и многие спортсмены достаточно высокого уровня и невысокого. Многие обращаются за советом. И, поверьте, эти советы все работают. Это уже проверено. Вот просто 101%. Это проверено. Хотел спросить про весовую категорию, скажи, да. И как у тебя сейчас, по нынешнему состоянию, форма, планы? Весовая в основном всегда 90. Планов серьезных никаких нет. Вот недавно стартанул хорошо, выложился на Балтике. Получилось третье место на левых взять. Правая была больная. Я даже думал о ней не выступать, но выступил. Ну, в общем, будет итоговое четвертое место. Самая насыщенная категория 90 килограмм, которая там была самая сложная. Там получилось и мастер спорта одного даже победить. Это было очень круто. Как он его зацепил. Те, кто знают, мы сюда вставим. Мы сюда поймут. Видосики скинем. Вы просто, да, если вы знаете этого человечка, вы просто поймете, что Марк сделал. Вообще невероятно. Может, повезло, но тем не менее. Основные планы у меня связаны с моей дочкой, которой я тренирую. Ну и помогаю по возможности ребятам как бы развиваться и стоять на месте. Круто. Короче, есть нюанс небольшой. Ну как небольшой? Нормальный такой нюанс. Вчера я наебнул себе спину. Она мне очень сильно напрягает сейчас. Я даже сейчас за стол встал, просто наклонился и она уже прострелила. Как я это сделал, почему и для чего, вот, я об этом всем рассказал в телеграм-канале. Ссылочка будет, туда переходите, все узнаете. Ну что, давай изгоним из тебя демона пронатра сначала. Собери углы. Собери углы и поднапряги руку, чтобы кисть не болталась. Собери и упри локоть вниз. Без натяжки. А, без натяжки. Да, без натяжки. Ну слушай, у тебя хорошая пронация достаточно. И тем не менее отлетает. А теперь то же самое, только натяни, как следует натяни. Все. Я уже тебе пронатр не пробить. Почему? Пальцев не, потому что плечо-учевая отвечает за пронацию. И у тех людей, которые безостановочно качают пронатр, занимаются ерундой. Потом мы это упражнение тоже разберем в дальнейшем. То есть, в общем, нужно следить за своей пронацией, а не за своим пронатором. Просто отстаньте все от своего пронатора. И следите за пронацией, и разберитесь, какие мышцы отвечают за пронацию. Это очень что-то глубоко. Мы уже поняли, что плечо-учевая, ты дал натяжку, и мне уже не пробить пронатор. Правильно? Бицепс тоже отвечает за пронацию, потому что он крепится к лучевой кости. Вот когда он натягивается, она тоже проворачивается сюда. Не к локтевой кости он крепится, а к лучевой. И вот сейчас удивительный момент. Смотри. Вот как бы делай пронацию, я вот здесь удерживаю, пронирую руку. Ну вот чувствуешь, здесь она напрягается, да? Угу. А теперь смотри, вот такой момент. Тоже пронирую руку, только за счет развороться в другую сторону. Здесь напрягается, да? Угу. Вот тут вот. Но ты ведь пронацию едешь. Да. А какого хрена напрягается мышца, отвечающая за супинацию? То есть я... И за разгибание руки. То есть за пронацию отвечает такое огромное количество мышц, включая даже разгибатели кисти. То есть по факту, если ты даже там на пронацию крутишь много, это еще ничего не значит. Это ты не на пронацию крутишь, это ты поднимаешь на плечу лучевую. В этом движении у нас до середины качается бицепс, отсюда качается плечо-лучевая. Угу. Пронация руки происходит за счет натяжки плечо-лучевой и бицепса, а не за счет пронатора. Пронатор в изоляции работает вот так, он становишься боком, вот работа пронатора, вот оттуда. Вот и вся работа пронатора. Ну, либо можно, помнишь, вот это движение, вот это движение осуществляется на 80% за счет плечо-лучевой мышцы. Очень важная инфа. Да. Поэтому не надо качать до половины бицепс и от половины плечо-лучевую, качайте полноценно бицепс, полноценно плечо-лучевую, абраматор качайте в изоляции. Нет, я когда узнал, я тоже офигел, но в этом прям очень большая логика, очень большой смысл. Вот он жесткий, чувствуешь, вот у него есть напрруга, вот у него есть сильный поддержание. Движение цельное, хорошее цельное движение. Еще не отлетает здесь. Все цель. Я вот почти на полную напрягаюсь, чтобы что-то сделать. Я просто как бы знаю, я уверенно это делаю. А у тебя арсенал еще движений немножко ограничен в плане понимания. Ну да, да, да. Казалось бы, делаю там простые движения достаточно, там в крюк, вверх хожу. Но там есть моменты, где-то применяю супинацию, чтобы тебе побольше пробить бранат. Ну вот, допустим, для многих может быть интересным моментом, не дотянуть, да, вам? Частично у него включена плечо-лучевая. Вот. И вам не дотянуть, потому что он работает и плечо-лучевой бицепсом. Я делаю вот такое движение кистью. Оно очень мерзкое, кстати. Да, отключаю, отключаю плечо-лучевую. Он остается на одном бицепсе, и тогда рука доклевывается до конца. Ну, а если ты хочешь сгибать эспандеры, стать сильнее, поднимать много, без травм, применение анаболических стероидов, приобретай мои программы тренировок и курсы под различные цели и задачи. Сила и масса, гиревой курс для новичков, тяжелая атлетика для новичков, стальные ветки тоже для новичков в армрейсинге. Подробно с программой можно ознакомиться, перейдя по ссылочке в описании или QR-код на экране здесь или здесь. Все подробно в описании каждой программы можно прочитать, ознакомиться, сколько идет, чего надо, зачем, почему и для кого. Ну все, Адик, ты уже спустился куда-вниз. Вышел. Да, да. Заметил такую тему, когда я чуть вот на расслабленное делаю, соперник делает свое движение первое, все, и мне больше уже ничего не сделать. То есть, если я первый начинаю свое, у меня еще что-то может получиться. Ну, хотя бы. Ну, конечно, да. Хотя бы что-то там навязать свое попробовать. Кто в своей технике сбил середину, то есть крюковик сбил середину здесь, все, верховик сбил середину здесь, все. Да, да. Вот, вот нужно вот это еще наработать. Вот это вот мне, у меня прям не слатает. Вверх. Вот это у тебя не отведение сейчас слабое, то, что оно рушится. Раскрывается палец, и здесь за счет больше сгибателей вот этого пальца. Вот многие думают, типа, у меня слетает отведение, да, побегу качать отведение. Нет, я много раз об этом говорил, что проблема в захвате. Я такой же человек. Проблема в захвате. Если ты даешь, чтобы тебе зарядили вот сюда, вот в это место, то у тебя и слетит отведение автоматически. То есть это нехватка силы пальцев, а не отведение. Как только палец раскрылся, полетело отведение автоматически. Поэтому акцентироваться на этом пальце. Но опять же, здесь пальцы специфические. Не будет же у тебя сильные пальцы, если ты просто там блинчики держишь. Тут же надо, я думаю, ручку на лям. Вот именно вот это вот. Съемы. То есть, что самое интересное, что вот как раз сгибатели вот этих указательного пальца меньше всего работают. Их очень сложно включить на работе с ручками. Там нужно прямо акцент делать на нем. Ослаблять эти. И загибание делать не на себя, а в бок вот сюда. Канат уходит так, а ты делаешь в бок, строго в бок. Да, 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 очень хорошо. Да, очень, очень. Хорошее движение получается у тебя. Все, выливаешь ногу. По сути, все пальцы. Ну, от мизинца, да? Но по большей части они все выходят. Подобиваешь, выряжаешь туда. Все, скрываешь пальцы, без движения. Мы разобрались, зачем верховику супинатор, да? Да. И как же его применить, этот супинатор? Выйти, это как раз у тебя хорошо, выйти на клюшку. Ага. Выйти на клюшку с принуждением. Видишь, я как-то могу делать супинацию. А, без супинацию, да? Тихо. То есть, я делаю супинацию, продавливаете кисть, и, по сути, у меня за счет этого движения вылетает победное состояние пронация. О, я понял. То есть, крючечка, чтобы получилось, потому что были мизинчики хорошие. У меня, потому что они вот так вот, если их не хватает. То есть, ты сюда мне мизинцем давишь и выходишь на клюшку. Вот так вот получается. Больше, давай сюда. И это выкидывай, это выкидывай прямо наверх. Да, ну вот одни движения. Вот. Это вниз, это вниз. Вот, да, да. Это оно. Ага. То есть, у меня здесь хорошо держит. Вот. Ну и вот, видишь, опять же таки, к чему я все это объясняю? Что не нужно делить тренировки на день верха, день крюка и день бока. Потому что в каждой из этих дней у тебя будут задействованы все мышцы. А если мы будем каждый день качать все мышцы, мы никогда не успеем остановиться. Поэтому делите тренировки на мышечные группы, а не на движения. Давай теперь посмотрим, зачем нужно отведение к рюковику. Опять казалось бы. О, да, давай. Это мне нравится. Да? Отведение к рюковику. Типа сюда. Нет. Типа сюда и... Нет, ну это не крюк. Нет. Вот это что ли? Смотри, на старте мы встаем, заводя отведение. Если, допустим... А, все, я понял. Только для старта. Здесь немножко делаем воздух и сбиваемся. Я понял. Очень неприятная тема. Безумно. Если у вас нет как раз таки луча и вот этого движения крюшкой... Если я как бы буду работать под крюк, заряжусь в бок, вот под бок вся нагрузка точно, чтобы вот сюда уходить. А ты хороший верховик, когда я весь акцент делаю на боке, расслабляю лучше... Я сейчас... Да. И картина, да, она будет вот такая. Как правило, да. Я не успею залететь. А если я тебе загружаю пальцы уже со старта, загружаю пальцы, то мне уже удобнее заходить в свое движение. Особенно это хорошо для низкорослых, потому что высокий человек, он может использовать массу, как бы, да, тела в крюке. А я могу использовать только силу мышц своих. Не могу вес тела добавить в движение. Но совершаю свое крюковое движение все равно. Интересно. Интересно. Вот я здесь делаю зазор такой, да, чтобы входить в крюк. Медленно. Натянул хорошо, да. Ты чувствуешь, как он у меня все забрал, и ты даже не понимаешь, что делать. И особенно очень дизморалит это людей, которые уже настроились, что с ними будут бороться верхом, да? Ага. Они, да, они полностью там тоже вкладываются в это движение и при этом теряют проначивание. Скажи тогда, когда такой крюковик, сорви голова сейчас против Димы вышло, вот ему-то что делать? Вот он реально потерялся, он не понимает вообще. Вот ты встал вот это вот. Разберался. Вот ему сейчас куда? Тебе все движение нужно акцентировать на клюшку. Ну смотри. Да, вот именно вот это. Тихо-тихо-тихо. То есть встретить мои вот эти мизинцы, которые стремятся сюда, они же атакующие у меня, да? Тебе нужно их отловить, сблокировать. Смотри, я правильно понимаю. Если я вижу, что человек вот так заряжается, оставляя здесь. А так смотри, вот посмотри картину, да? Ну давай вот еще, вот я заряжаюсь, так, да, заряжаюсь? И так. Остают одинаково. Что я буду делать? Как ты узнаешь, что я так встал и что я буду делать? Я и там, и там дал, хотя бы. Это уже нам рестлинг-тим посложнее. Это уже не просто... Абсолютно с одного стартового движения я делаю диаметрально разные движения. А в трюк чуть-чуть попробую. Просто попробую. Подержать. В трюк, смотри, осторожно. Подрастягивается, да, Марк? Видишь? Ну, он подрастягивается от себя. Да, он атакует и проигрывает. Сам от себя. С каждой атакой. Да, да. Да я просто вижу, как он... Раз отдал. Раз отдал. Раз отдал. Его котаешь, его котаешь, да. Но это, наверное, тоже нарабатывается в целом. И смотри, опять же таки, техника верха, техника верха, она же идет. Через проксимальную, то есть первое движение, да, вот начинаем в одной из движений отсюда. Потом через пясные кости движения, да, и клюшечка, да. То есть три атакующих плоскости у верха. Раз, два, три. И какая тебе больше подойдет, ты должен выяснить сам. Я клюшкой вообще не пробовал никогда. Ну, то есть пару раз. Буквально там, когда меня вот именно пробуют, ты говоришь, ну вот смотри, если я пойду в крюк, да, вот отсюда, тогда медленно как бы это все развяжем, и ты вот пошел, да. Я как бы застряну здесь, здорово. Ага. Мне придется тогда, в этой картине мне, ну давай вот так, вот дальше, мне придется тогда все равно наверх уходить. Сползать, потому что там я ничего не сделаю. Вы не стоите со стороны вообще, в любом связи. Ну, ребят, впитывайте, это прям вообще, ну такая прям, очень уникальная информация. Техника, которую все не любят, но тем не менее ее применяют ноги, борьба в трицепс. Угу. Со стартового положения существует три варианта входа в трицепс, да. Первый, это когда все углы сложены, все углы сложены. Мы не напрягаем ни трицепс, ничего, и просто весом тела задавливаем. То есть нам нужно просто успеть влететь и задавить. То есть это практически без мышц. Все, рука полностью сложена, да, и вот на сложной руке мы задавливаем, то есть тут нужно именно влететь. Второй вариант, он для более высоких людей, он именно за счет разгибания трицепса работает. Там тоже нужно успеть влететь. Я так делал. Да. И третий вариант, самый эффективный, это вход в трицепс через ротацию. То есть мы ротатором подбиваем соперника под движение и здесь уже додавливаем. Оно как бы идет наискосок движения, потому что это половина ротации, это половина трицепса. Вот. Всех трицепсовиков, всех трицепсовиков, абсолютно всех, мы останавливаем строго только сильной натяжкой. То есть сильной натяжкой и выходом в основном пробить имбранатор нужно. То есть любой трицепсовик, он рушится вот в такой позиции в итоге. Ну да. Остается, да. Ничего не сделать. То есть мы их всегда натяжкой встречаем, натяжкой, но первое движение идет кисть. Натяжка, кисть. Доня, ну давай как бы входи в трицепс потихоньку. Ну в общем я тебе разогну угол. Я разогнул угол и в таком углу ты уже трицепс. То есть я должен тебе на себя разогнуть. Ну да, я же вот так вот не могу. Типа мне нужно вот сюда. Поэтому многие думают, что вот это движение, да, вот такое, это трицепс. Это за счет ротации делается. Движение. Очень мерзкое движение. Очень мерзкое. Ну, многие не нравятся. Да, думайте, да, над этим движением это сильные ротаторы плеча должны быть. А также когда и во время борьбы вот такой вариант, там мы разложились, да, и я если залетаю в трицепс, я должен вот здесь в этом моменте ротатором приводить к себе. То есть не просто я успеть должен залететь, я должен свои ротаторы напрячь, залететь и тогда уже давить. Всегда думайте в этом движении про ротацию. В общем, что мы выяснили, что правильной борьбы не существует, да. Нужно подбирать борьбу под себя. Куча вариантов борьбы верхом, в крюк, в бок, в трицепс. Все нужно подбирать под антропометрию, под свои сильные стороны. Значит, на тренировках, на начальном этапе всегда качайте свои сильные стороны. Делайте акцент на сильных сторонах. Это потом на высоком уровне уже, когда все уперлось в потолок, можно начинать заниматься слабыми. Или когда вы готовитесь на армфайт, на какого-то конкретного человека, тогда работаем над слабыми. А приходя на все соревнования, вы должны не думать про то, как против какого соперника бороться, а как сделать свое движение. Сильное движение. И найдите, найдите свое сильное движение. Найдите человека, с кем будете практиковаться, который будет давать вам разную нагрузку. Вот даю наверх через проксимальную, даю наверх вот так, даю в крюк так, по-всякому. И будешь пробовать. То есть найдите человека, с кем сможете работать, кто не поставит целью, забороть вас. Я покажу два самых полезных упражнения для армрестлинга. Если человек занимается просто ОФП-хой или функциональным тренингом, как можно в одну тренировку в неделю всего двумя упражнениями с самыми важными проработать все, что нужно. Даже не тремя, ничего себе. Я три, я три, четыре. А это вы увидите во второй части обязательно. Так что не забываем прожимать лайкоцит. Сегодня столько инфы вам накидано. Просто вот на, просто ценные. Просто золотая инфа. Вот чисто в голову вот так. И тебе в голову залетело. Поборолись, много информации вам накидали полезный, золотой. Лайкоцит. Прожимаем, коммент пишем. Если хотите увидеть еще Марка на моем канале, обязательно тоже об этом пишите. Буду звать почаще. У тебя хорошее, слаженное движение твое получается. Немного еще мало понимания, как в сложных ситуациях развиваться. В целом, как бы, именно твое движение, оно очень мне понравилось. Оно хорошее, пробивающее, цельное. Включаешь и кисть, включаешь и пронацию. Держишь и бочину, и натяжку. То есть оно у тебя хорошее, законченное, цельное движение. Просто дальше развиваться в этом ключе и плюс развивать свои технические навыки, чтобы не быть однобоким борцом, а быть разносторонним. Все, Марк, спасибо большое. Очень круто было. Я думаю, вам тоже понравилось. Ссылочку обязательно оставим. Все, переходите, подписывайтесь. У Марка тоже еще очень много интересных видосов. Смотрите, лайкоциты прожимайте.